Если вы проживаете в США или в любой другой стране, которая подписала Альгарскую конвенцию, у вас есть какие-то коммерческие, деловые или связанные с недвижимостью взаимоотношения на территории Китая, эта информация будет для вас полезна. С вами Вадим Печерский, иммиграционный консультант, публичный нотариев штата Калифорния и руководитель паспорта на нотариально-визовое агентство Rush In Documentation Center. Мы хотим сообщить хорошую новость. Китай подписал Гагскую конвенцию. Для многих это звучит так, как какой-то африканский буллин. Гагская конвенция – это конвенция стран, которые подписали договор о процессе легализации документов. Так, если вы, находясь в Украине, хотите, например, предоставить свою доверенность для использования в США, вы заверяете Министерству юстиции эту доверенность печатью Апостель. Этот печать, сертификат Апостель легализует документ для предоставления в другой стране. Практически 90% стран бывшего союза уже входят в эту конвенцию. Это облегчает документооборот между странами, между субъектами, юридическими и частными лицами без привлечения сюда посольств. Это делается на уровне органа штата, суда или какой-то другой администрации, которая находится в юрисдикции выдачи вот этого сертификата Апостель. Сюда теперь присоединился Китай. Это произошло буквально в сентябре месяце был подписан договор, и 7 ноября, именно 7 ноября хочется вспомнить, знаете, этот вот девиз, который когда там в 70-80-х гремел, русский, китаец, братья навек. Вот именно 7 ноября, в день октябрьской революции, не знаю почему, правда, надо вернуться к истории, к учебнику, посмотреть, почему в ноябре отмечается октябрьская революция, там, может, в октябре не хватило времени, вот 7 ноября вступает подписанный ранний указ, говорящий, что Китай стал частью ГАХской конвенции. Поэтому, если сегодня вы оформляете доверенность для предоставления на территории Китая, вам не нужно больше обращаться в посольство, консульство для легализации этой доверенности. Вы можете это сделать на основании ГАХской конвенции, сертификат Апостель, который легализует ее так же сам. Мы уже в этом бизнесе находимся с 1994 года, хотя практически все страны после развала Советского Союза, сначала Советский Союз, кстати, входил в ГАХскую конвенцию, как могучая большая держава, после развала в феврале 1992 года Советского Союза отдельные страны подписали эту конвенцию. Но даже до сегодняшнего дня есть мало, плохо информированные люди, которые не понимают, не знают о том, что Апостель действует на территории, например, Российской Федерации или на территории Беларуси. Многие по привычке спрашивают консульство, поэтому мы подозреваем, что какое-то время займет на амортизацию подкрутку, что и в Китае, во всех провинциях будут в курсе этого закона о том, что Апостель действует на территории всех провинций. Но закон вышел, наша задача об этом сообщить, и мы начинаем оформление документов для Китая с легализацией через Апостель по-прежнему, поскольку в Лос-Анджелесе у нас два представительства, и тут есть консульство для особо беспокоящихся, мы можем, конечно, помочь с легализацией документов через китайское консульство, которое находится в Лос-Анджелесе. Закон вышел, но вас о нем проинформировали. С вами был Вадим Печерский, публичный нотариус и команда Rush in Documentation Center.